Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я думаю, что данный вопрос волнует большое количество людей, потому что так бывает, что любимый человек может уходить от отношений. Это не всегда легко переживается, точнее очень часто. Это очень болезненно, очень часто это травматично, очень часто это вызывает ощущение острого гора, или если не скажет, ну если именно чувство острого гора как такового нет, вот, что в принципе плюс, что в принципе хорошо, вот, то если, значит, нет чувства острого гора, просто оно определенное болезненность присутствует. Вот. Соответственно, поэтому я решил, значит, взять ответ на данную проблематику, скажем так. Вот. Значит, с чего я хочу начать? Первое. Если человек ушел, любимый человек ушел, то в отношениях, второе слово, есть проблемы. Важно понимать этот момент, что в отношениях, скорее всего, есть трудности. Вот. Скорее всего, есть трудности, скорее всего, есть коннекторы, некоторые порвунные камни, которые, ну, условно говоря, привели к тому, что вырастались, ну, вот люди вырастались. Вот. В данном случае можно говорить про вот конкретный эпизод ухода человека из отношений. Вот. И, соответственно, какие-то действия ваши привели к тому, что партнер захотел идти, что он не увидел больше способа, кроме как выйти из отношений. И, соответственно, если вы партнера вернете, вот, то, скорее всего, вновь возвращение партнера не решит не решит изначальные проблемы. То есть, если партнер вернется, то вы сами, вы сами. Скорее всего, будете таким же человеком, нет, неплохим, это не значит, что вы вы будете будете плохим человеком, нет. Это значит, вы просто будете тем же, тем же самым человеком. стабиле вот вот это в принципе нормально вот но важно понимать, что если условно говоря вы сможете отношения вернуть, да? то оставшись тем же тем самым, а той же самой личностью. Вы по факту обречете отношения на привал, вот а потому что в следующий раз, если вы не изменитесь, то ваш партнер просто ведет вас жената потому что каждый последующий раз на расставании будет все более и более болезненным, все более и более острым. Вот это нужно понимать, а то очень важный момент. Поэтому прежде, прежде чем возвращать партнера, мне кажется, что имеется смысл поисследовать свое поведение, поисследовать свое модель поведения, посмотреть, как вообще я себя веду, насколько я вообще осознаю свое поведение, насколько я понимаю, в какую сторону я двигаюсь, насколько я условно делаю то, что хочу, и делаю то, что мне нравится и насколько я являюсь собой, в поведении, в отношении своего партнера. Потому что если, например, я себя где-то пересиливаю, если я где-то придавливаю, если я где-то себе мешаю, если я где-то себя ограничиваю и так далее, то это нужно обязательно поисследовать. Вот если я чего-то о себе не знаю, то тоже, на мой взгляд, нужно обязательно поисследовать. Ну просто потому что в противном случае вы не сможете ничего поменять, вот, и отношения снова уйдут и придут в никуда. вот, это такой момент. Дальше, дальше, важный вопрос, значит, на который вам нужно ответить к себе, для чего я хочу вернуть партнера. То есть, ну, партнер это не вещь, которую нужно возвращать там. Вот, партнер это живой человек. Человек, если он, ну, значит, ему так хотелось. А, второй вопрос. Принимаете ли вы выбор человека? Принимаете ли вы решение человека уйти, например? Потому что, может быть, может быть, вы не понимаете его решение уйти. Может быть, вы с его уходом что-то для себя теряете. Если это так, то нужно поисследовать, что вы для себя теряете с уходом человека. Чтобы не быть, чтобы не быть зависимым партнером от него, от человека, я имею ввиду. Вот, это достаточно важный момент. Отношение человека к вам. На мой взгляд также играет важную роль. То есть, нужно смотреть на то, как к вам относится человек, на то, как он вас воспринимает и делаете ли вы его, то есть, человека, счастливым. Вот. Ну, таким образом. Вот. Если вы понимаете, конечно, то, о чем я говорю, то, что я имею ввиду. Вот. Мне кажется, это очень важный момент. И вот, наконец, просуммировав все эти вещи, просуммировав все эти элементы, которые я назвал. Я думаю, вы можете для себя сделать какие-то выводы. Да. Например, выводы. Хочется ли вам. Ну, допустим. Допустим. Хочется ли вам. Подращать. Подращать. У человека. Вот. С таким, ну, с таким подходом. Например. Или нет. Готовы ли вы что-то менять в себе. Например. Или нет. Это очень важный момент. Как мне кажется. И дальше, дальше уже можно будет смотреть в сторону того, что вам хочется. И можно сделать. Не просто. Какие-то. конкретные действия. Например. Да. А именно, вот. То, что подходит лично вам. То, что соответствует вашим возможностям психологическим, вашим психологическим желаниям. Вот. Я бы сказал. Я бы сказал. Я бы сказал. Я бы сказал. Что вот. Так можно вам двигаться. Ну, то есть, в таком направлении вам. Может. Можно двигаться. Никто не гарантирует. Никто не гарантирует вам того, что вы сможете восстановить отношения. Никто не гарантирует того, что вы сможете сделать так, чтобы вы были вместе вновь. Вот. Никто этого вам гарантировать не может. И это нормально. Но. Вы можете приложить все усилия для того, чтобы вернуть отношения, если, если они, эти самые отношения у вас по каким-то причинам оказались разрушены. 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 Вот. Это же само по себе не такое уж неестественное действие. Наоборот. Это вполне, ну, вполне частое явление. Вполне такое, я бы сказал, обычное. Вот. Да. Она болезненная. Безусловно. Очень болезненная. Как правило. Расставание. Вот. Ну, это, мне кажется, ну, мне кажется, это неотъемлемая. часть человеческих отношений. Вот. Поэтому. 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 Мне кажется, так вот. Ну, так важно. Мне кажется, чтобы вы для себя как можно более четко уловили бы, уяснили бы то, что вам хочется дальше. Вот. Уловили бы и уяснили бы то, что вам нужно. Вот. И, соответственно, дальше уже могли бы двигаться в том направлении, в котором вам хочется. Вот. Такой вот, в принципе, ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что, я надеюсь, что мой ответ был вам поведен. Я надеюсь, что мой взгляд на, ну, фау, наговора, на вашу проблеме, на вашу, ну, на вашу ситуацию. Я надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделали. Вот. И я надеюсь, соответственно, что вы дадите некоторую обратную связь. Вот. Которая, в свою очередь, подходит началом для психотерапии. Вот. Это просто служит началом для, эээ, изменений, ээ, для ваших изменений. Вот. Какой, какой, в какую бы сторону вы не захотели бы это сделать. Вот. 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 Так вот. 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 Я могу вам дать. На этом все. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Вот. Будьте на связи. Обращайтесь. Удачи у нас хотелось. Продолжение следует...